Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Согласно опросам, почти 90% россиян против повышения тарифов ОСАГО. Причем более 50% респондентов уверены, что цена полиса и так была завышена. 38% считают нынешнее повышение тарифов излишним. Платить чуть больше готов лишь каждый 17-й, и всего 4% опрошенных высказались за повышение. Тарифы на ОСАГО выросли в апреле этого года. В результате повышение стоимости полисов составило 40-60%. Странно, что мнение большинства жителей страны чиновники и депутаты не спросили. Видимо, страховое лобби важнее. Реальные располагаемые доходы россиян в марте 2015 года сократились на 1,8% в годовом исчислении. Росстат отмечает, что в 2015 году сокращение реальных доходов населения с каждым месяцем ускоряется. В январе 2015 года они сократились в годовом исчислении на 0,8%, а в феврале на 1,6%, в марте на 1,8%. В целом, по итогам первого квартала 2015 года доходы упали на 1,4%. Годовая инфляция к концу марта 2015 года составила 16,9%. Продукты подорожали на 23%. Из каких средств люди будут платить за подорожавшее ОСАГО, интересно? В правительстве считают, что необходимо совмещать познавательный туризм с религиозным. На территории России сегодня находятся 150 тысяч объектов, которые являются религиозными памятниками и имеют грандиозное историческое и событийное значение, поскольку многие из них изменили ход истории. Поэтому необходимо, чтобы программы, которые разрабатываются для каждого из храмов, были ориентированы на разные аудитории и на людей глубоко воциркуленных, и на людей, для которых религия остается частью истории. А можно уточнить, крестовые походы – это познавательный туризм или религиозный, или все-таки вырезательный? Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1658 пунктов. Среди лидеров роста – НЛ Россия, Транснефть, Акрон, Татнефть и Московская биржа. Аутсайдеры – ЛСР, РДР Русала, Полиметалл и АФК-система. К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день снижением на фоне тревожных новостей из Китая и Греции. На азиатских площадках также преобладает негативная динамика. Нефтяные котировки торгуются с повышением под влиянием сообщений об эскалации конфликта в Йемене. Курс доллара на 20 апреля – 50,52 рубля, курс евро – 54,51 рубля. Золото стоит 1956 рублей за грамм. Серебро стоит 26,58 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 63,72 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.